Вновь всех приветствуем, друзья, интернет-сайцы и студии СССР. У микрофонов по-прежнему Тол и Олдкиндер, и мы продолжаем просмотр матча между Team Unique и Pro100, где свою карту Pro100 оверпасс уже забрали с довольно комфортным счетом 16.9, а далее будет карта Demirage. Начнется она вот-вот, и на ней, по статистике, все неплохо у Team Unique. Да, Demirage показывают по статистике HLTV.org огромный, конечно, винрейт на этой карте, они часто его пикают. Хотя Pro100 тоже, безусловно, как и любая СНГ-команда, мираж играть умеют, и поэтому все просто здесь точно не должно быть. Мы видим, что откидывается уже дикой куда-то на мидл, ребята тем временем у нас идут рашить точку B, и здесь всего лишь, по сути, один игрок будет находиться на контроле этого B-планта. Да, и видим, что он уходит в шорт, и, по сути, точка B открыта, пол пытается настреливать шорта, но никого абсолютно убить не сможет, ни в кого не залетел, только по ногам немножко зарядил, и в итоге это легкий выкат на точку B от команды Pro100. Да, и чисто в ретейк должны играть Team Unique. Паша нож получает по голове, у него именно киты, ну и как-то перестраивается здесь, судя по всему, Unique. Так было попадание, это в голову зорты, два красных игрока у Unique, ну, таким-то темпами на ретейк уж будет сложно выйти, нужно находить фраги какие-то в таком случае, потому что вы так красные, вас легко будут забирать, вот падает уже зорты, минус Феня, минус Робин, минус Паша, и пол 100 туда же. Абсолютно в чистую взятый раунд для команды Pro100, я вообще абсолютно не понимаю задумки Team Unique, почему они пошли на мидл, почему, соответственно, укрепили точку A, абсолютно не поверили в точку B. Не, вообще нормальная стратегия, некогда была вообще мета, играть в ретейк, то есть пускать на плент и играть в ретейк. Это была нормальная история, то есть я как бы понимаю, я не критикую здесь команду Team Unique, безусловно, но, то есть, ну, почему? Было принято подобное решение, когда это СНГ, когда Гоубой Контакт Бараж, это, в принципе, такая нормальная страта классическая. Я объясню, объясню, смотри, заходишь на Фейсит, ищешь ЦИС Лигу, вводишь промокод ECC25, чтобы 25% скидки иметь, играешь против про игроков и будешь знать больше. Понял, принял, хорошо, практиковать начнем. Но это 1-0, в принципе, команда Pro 100, мы видим, сейчас все-таки закупается, безусловно. И команда Team Unique делает то же самое, это Force, это выход на точку B, Пол живет, Вейландер планирует его выкуривать, но он ловит не самый лучший тайминг, но все пока что еще жив. И вопрос в том, что, да, Боба, видимо, смещается на точку B, Пол очень долго жил, пытается он уйти, и хорошо же настреливает он дальше, забирает 2х, забирает Нига Блэка, забирает Вейландера, и разворот-поворот со стороны команды Pro 100, 2 в 4, крайне сложный раунд, но, конечно, многое зависит от Ekindera. Он должен, соответственно, эту перетяжку с B-plantача сконтролить. Паша Нож сейчас сушит перережение от World Edita, и зная, что это точка, его тиммейты начали перетяжку, сюда лучше не запрыгивать, и это знает сейчас Робин, не пошел, ждет соперника, ну вот дождался только своей смерти, правда, зато у Ekindera только 24 хп, и его, по идее, должны будут убить рано или поздно, но Бомба уже стоит, и Ekindera находит минус по пол, тут это 2 в 2. Как же круто отыгрывать Ekindera, World League забирает еще и Пашу Ножа, вот это да, это, по сути, провал сейчас для команды Team Unique после такого яркого начала этого раунда. Они, в принципе, все сделали круто, и в итоге остается последний Феня. Он сейчас понимает прекрасно, что Бомба стоит на точке, а он пытается вычтарить, соответственно, своего оппонента, понимает, что Бомба стоит под коннектор, но не читающийся позиции от Ekindera. Что сотворил Ekindera в этом раунде? Да просто браво, он практически в соло взял этот раунд, он залюркировал на Апленд и не дал, по сути, сместиться никому из игроков команды Team Unique, и, соответственно, дал спокойно поставить Бомбу своему тиммейту. 34 на 15 на оверпассе, здесь в раунде Соляру завез и спас свою команду, да, конечно, Ekindera немного вносит дисбаланс в Counter-Strike, по-моему. В этот уж точно, действительно, он в соло сейчас, по сути, разобрался со всеми игроками Team Unique, а тем временем Паша Нож уже до красна был пробит, но смог забрать того самого Ekindera, остудили горячего парня. Очень неплохо. Да, но там сейчас спину Робина заберут, вот в чем проблема. А никак ему помочь Зорта не мог. Вышел, а тут же чуть свою жизнь не потерял. Ну и вынужден был ориентироваться. Хороший минус от Паши Ножа, X2. И в итоге его команда по-прежнему в большинстве. Да, неплохо сыграно сейчас от Паши, но принесет ли это дивиденд? И Бомба до сих пор лежит на телевизоре. И у Простов, в принципе, все прекрасно, в то время как это экономически для Team Unique. Но хоть их и большинство, арморов практически ни у кого нету, только вот у Полта есть, соответственно, армор. Но что толку-то от этого? Полту нужно кого-то здесь забирать. У него полторы тысячи, а в следующем раунде просто не сможешь закупиться и перестреливать его Nickelback. Под Бэплантом вроде бы как все открыто. Они там дали минус, хотя мы видим с вами, что Фларич уберет сейчас здесь игрока под точкой. Мне кажется, есть смысл даже и на Аплайн пойти. Так, это должен быть минус. А, его не видел Феня. И Феня сейчас, возможно, подставится, потому что WorldDead говорит, так, там один подб прыгает где-то. Не торопитесь, ребят, я сейчас раунд выиграю, смотрите. Кстати говоря, Феня пошел очень глубоко пушить. Бомба тем временем выходит на А, и там никого нет. Один в миде, один только что вышел из Б ковров. Ну, в принципе, бомба будет установлена. Посмотрим, может быть, Зорта здесь как-то выдаст пару хэдшотов. Но его отрезают смоком, и уже чудо не произойдет. Будет крайне сложно сейчас Зорта что-либо здесь делать. Очень грамотное силово отыгрывать здесь про 100. Близко было, на самом деле. Мог забрать красного Никелбэка, но, к сожалению, здесь без шансов. Здесь ничего придумать толком не получится. По-хорошему мы хотя бы девайса какой-то унести в следующий раунд. WorldDead добирает нас Зорта. И последний остается Феня в коврах. Ну, у него нет, в принципе, китов, чтобы сделать хоть какой-то низы диффуз. Поэтому все-таки я думаю, что это точно будет раунд за просто. Ну, вот красного Никелбэка забрать, не постараться убежать быстро с его Калашом, это интересная задумка. Так, Никель, ты где? Феня видит соперника, есть хэдшот и есть возможность подобрать Калаш. Вот уйти с ним будет уже сложнее. Потому что тут флорич приходит на перерез. И 3-0 в пользу Простом. Да, мстит он за своего тиммейта. Соответственно, это 3-0 для команды Простой. Наконец-таки Team Unique будут нормально закупаться. Зорт появляется АВП, и это может зарешать. Вопрос, пойдет ли он, соответственно, сейчас пикать. Ну, не самый лучший у него спаун, в принципе, для того, чтобы занимать окно. Но, скорее всего, именно туда он и пойдет. Да, мы видим, что Зорт уже в окне. Откидывается моментально у нас огонь на коннектор. Контроль от World Elite. Сумака на старт нет. И мы видим с вами, что Зорта занимает позицию шарта. Хорошо. Очень интересно сейчас, как буду, соответственно, Простой действовать за атаку. Классная флешка, но Зорта, слава богу, повезло ему. Тут еще и выпад от Робина был. Робин есть минус. Правда, тут же размен. Правда, тут же погибает Уэллендер под точкой Б, который в соло открылся, думая, что здесь уже никого не осталось. Но нет. Не в этот раз. И три в три остались коллективы. Перетяжка под точку А, где Паша Нож играет под коврами. Паша Нож опорник А. И порой ты можешь видеть от него нереальные хайлайты на точке А, а порой и какую-то излишнюю агрессию. Здесь он успел разобраться с Хекиндером, и к нему уже пришла халпа. Плюс он по-прежнему жив. Неплохо сыграно. И тем временем два в три все-таки в меньшинстве находятся игроки команды Тимюник. Но это меньшинство абсолютно легко и непринужденно решает перевернуть. Фларич забирает двух игроков команды Тимюник. И уже один последний фейн остается против двоих. Опять же, клачевая для него ситуация. Я знаю этого парня. Он на самом деле очень опытный игрок. Он может брать эти клачи. Ну и давайте посмотрим, получится ли. У него есть три гранаты. Но, конечно, сейчас не время палить свою позицию гранатами. Забирает он тем временем WorldEdit и уходит, меняя свою позицию. Бомба ставится. Ну и с АВП. Фларич против Феня, у которого МК. Прочитает ли сейчас эту перетяжку? Вот в чем вопрос у нас. Феня может оказаться где угодно. Он мог пойти в ковры. Он мог остаться в яме и идти на ретейк чуть позже оттуда. Может открываться с коннектора. Но только не ушел на сити. И поэтому эту позицию занимает Фларич и правильно делает. Да. И в итоге времени мало у Феня. У него нет китов. Он понимает, что на этот ретейк идти сейчас это просто потерять девайс. Ну, может быть, он заберет Фларича, но этот риск вроде как бы не оправдан. Так что уходит на сейф. А говоря об оправданных и неоправданных рисках, друзья, не забывайте, что на сайте omgbet есть ставка без риска. Где если вдруг до 700 рублей вы ставку проиграете, вы в принципе ее не проиграете и все будет у вас хорошо. Да, вы деньги не потеряете. У вас есть бесплатная ставка. Если выиграете, ну круто, не выиграете. Ну и ладно. Как бы поэтому переходите, пользуйтесь, пробуйте. Мне кажется, это прикольная штука. Ну а тем временем, дорогие мои друзья, что можно сказать? Просто не оправдывают никакую статистику и ведут уже 0-4. В то время как Team Unique вынуждены форсить. Вынуждены форсить, но отдавать, потому что 5 явно не хочется. Тут это экономический раунд. Они оставили себе деньги на то, чтобы закупиться в следующем раунде. Да, это полуэкофорс. Что такое? Кроме полуэта, да, у него тысяча всего. Вот ему будет тяжело. У остальных все будет нормально. В принципе, это нормальный сетап, когда один игрок закупит себе там какой-нибудь опять же MP9 или дробовик или еще что-то и будет играть с гранатами преимущественно. Ну, усилиться, так сказать, немножечко на прием, чтобы сыграть, чтобы кого-то, соответственно, была возможность забрать. Но правда полуэта уже очень красный, 17 хп у него. Миддл контролирует команду про 100, потихонечку они его прочекивают. Но пока что никуда не торопятся. Играет от дефолта, играет от агрессии. Тим Юник прекрасно понимает, что это возможно было экономически, что у них не самые лучшие девайсы. И Тим Юники будут предпринимать какие-то рискованные действия, дабы перевернуть этот раунд, дабы перевернуть эту игру. Но мы видим, что Тим Юник достаточно организованно, очень дисциплинированно стоят сейчас в своих плантах и тоже собирают информацию. Дают просто сделать первый шаг. Да, Зиг захвачен. Можно постепенно продвигаться под Б. Это в один момент поймут Тим Юник. Вот правда, успеют ли они на это как-то отреагировать. Там 2 Б. Оу, хорошее открытие от Финни. Два фрага. На третьей, конечно, уже не хватило. Тут еще открытие от Никельбека по коннектору есть минус. Но Зорте подключается по Уэйлендеру. И Зорте знает, что на Зиге стоит один Уэйлендер, Никельбек в коннекторе все это время был. И Мурт просто спокойно стоит в сайте. Но он вышел на перестреливку с WorldEdit и погиб. Не знаю, зачем на самом деле Зорте сейчас выходил. Был, видимо, уверен, что он сможет, соответственно, при файре выйти и забрать игрока в шорте. Видимо, по таймингу почувствовал, что там кто-то есть. Но там действительно есть, но там снайпер. Поэтому это было крайне сложно. И Башалош, неужели будет прыгать с Маки в окно? Неужели такое рискованное действие? Да, он это делает. И, конечно же, это была легкая цель для WorldEdit. Феня немалый импакт внес Зорте в этом раунде. И неплохо ребята принимали точку боя. Собрали информацию о том, что именно бомба там находится. Но, к сожалению, это им не помогло. WorldEdit отлично отконтролировал свои снайперские винтовки всех бойцов-игроков команды Unique. И в итоге это 5-0 для Pro100 и Unique. Закупаются двумя снайперскими винтовками. Да, вот так вот. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. И вот уже первые меры. Зорте разбирается с фларищем, одним из основных фрагеров команды Pro100. И таким образом обеспечивает своей команде очень комфортное начало. Далее можно соблюдать вот такую дефолтную оборону. Стоим по плантам, более-менее закрытые позиции. Ждем, пока соперник какой-то свой план нам покажет. А там уже будем отвечать. Можно вплоть и до ретейка вообще доходить. Не важно. Команда Team Unique полностью отдала middle под контроль команды Pro100. Мы видим, что Nickelback может в принципе сейчас занять позицию окна. Уйти куда-нибудь, соответственно, в джангл. Но видим, что Team Unique решили сыграть, собственно, вот так вот очень глубоко. Очень аккуратно. И отдают, так сказать, простор оперативно для команды Pro100. Но имея на руках два АВП, это в принципе оправданно. Говорят, выходите, мы вас ждем. Да, Зорта предупредительный кидает. Говорит, стрелять буду сюда. Выходи по одному. Выходи, говорит, на здоровье. Говорит, я еще одного заберу. Потеряли у Джофф Ларича 4 в 5. Сложный будет момент для Pro100. И это будет выход в точку А. Хороший тайминговый коктейль Молотова. Немножко притормаживает выход. Есть игрок, соответственно, сейчас у нас, который будет контролировать позицию джангла. Перетяжку с Б-планта будет, собственно, чекать. И это может сыграть Nickelback. Джангл. Так, Робин вынужден был ориентироваться. Подошел под собой огонь. Пули предательски не попадают. Тут Екиндер по голове соперника. А Робин тем временем находит один минус. Еще один от Паши Ножа. Последним остался Екиндер в коврах. По нему есть инфа. И он знает, что отсюда его уже не выпустят как вперед, так и, возможно, назад. Поэтому сидеть ему здесь до конца раунда и ждать, пока кто-то из Тимюник придет к нему. Ну, либо же не пожалует на такую встречу. Да, оборонительный план Тимюник удался на все 100%. Никто не погиб. Все очень хорошо. И мы видим с вами, что Одан и Миддл на мираже. Это вообще не панацея. И не всегда его важно занимать. Можно вот такой вот стратегия за оборону. Также, в принципе, неплохо отбиваться от атаки. И атака не сыграла здесь. Мне кажется, просто не хватило каких-то смоков на тот же самый Сити. Да, его закрыли. Если бы закрыли сейчас бы, да, Сити. Или откинули бы какую-нибудь хорошую флешку. Хотя туда сложно, мне кажется, флешку выкинуть. В итоге потеряли они Фларича. И потом уже развернуться было не так возможно. Давайте посмотрим, что сейчас делают Юники в обороне. Сохранят ли они эту же стратегию или перестроятся. Это быстробет. Тем временем просто большое количество гранат. Серия пистолета. Феня все флешки за дожил. Выпад от Никельбека. Ать! Минус пол. Правда, это подобранная ВП. Феня пока остается. Здесь инкогнито Уэйлендера. И Никельбека забрал. Далее бомба ставится. Закрыто. Да ладно, Фларич. Просто смерть с небес. Тут же отвечает Робин. Погибает Зорта. Минус по Робину. И остается только один Паша-нож. Один в два. Просто как метеорит. Точку Б сейчас ударили просто. И отсюда все игроки Юник вылетели. Остается только ретейк Паши. Паша есть попадание по Фларичу. Но тот вполне себе жив-здоров. Очень жесткий момент сейчас был на точке Б. Действительно, размен, разборка была не детская. Ребята перестрелку выигрывали. Очень жестко бились. Но в итоге мы видим, что преимущество за игроками команды. Просто они вдвоем на планете. У Паша-ножа крайне сложная ситуация. Он в смоке мансует. Времени абсолютно нет. Забирает одного. Может, в принципе, забирать второго. Но жизнь свою сохранить. Мне кажется, у него вряд ли получится. В принципе, практически фуловый. Нет, все-таки взрывной волной его добирает. И это, дорогие друзья, несмотря на то, что взятый был предыдущий раунд для команды Юник. Но, опять же, такие луз-бонус только ребятам помогает дальше закупаться, дальше играть. Просто очень уверен на отыгры будет Мираж. Несмотря на никакую статистику, никакой ХЛТВ. Просто показывают, кто здесь хозяин на карте Мираж. На этой СНГ карте. Но вот в этом раунде Уиллендер играет только лишь с деглом. Хотя вот в прошлый раз это не помешало команде просто с двумя, с тремя даже пистолетами взять раунд. Сейчас они играют три ковры. Это очень интересный сетап. Опять же, если учитывать, где находятся Зорты. Потому что тут Паша-нож один. Вы должны боевать. Минус Зорты, минус Паша. Все. А план скрыт. Мне кажется, имеет смысл даже уходить сейчас на сейв. И Зорты просто ливну. Говорит, все, ребята, я больше не могу. Смешная команда. Нет, на самом деле, с Зорты проблемы были еще на оверпассе. Я очень честно надеюсь, что у него все нормально. Что это никак не мешает ему непосредственно в раундах. Да, но немножечко ему не хватает. Явно где-то не доигрывает парень. Это видно. Хотя, ну, действия вот часто эффективны. Есть минус сейчас, мы видим. Сейчас от игроков команды Team Unique. Но неужели пойдут на ретейк? Ну, в счет, конечно, не позволяет сейвить. Три в три. Есть хиты, есть флешки. Нужно идти на ретейк. Нужно давать эти фраги. Никельбека забрали. Далее. Фларич, World of Duty вдвоем. Но времени уже катастрофически. Сейчас говорит своим соперникам и легко забирает троих. Браво, World of Duty. Оформляет шикарный триплкил одним зажимом. Это действительно... Давайте посмотрим еще раз за эти моменты. Замедленно повторяю. Как же залетела просто Фенни несправедливо. И здесь еще добирает Полтон. Да, классный момент. И пауза залетает моментально от Unique. Ну, действительно, нужно что-то менять. Но это вообще ни в какие рамки и ворота не лезет. 1-7 на своем пике. На одной из своих лучших карт. И Мюник явно рассчитывали на что-то другое. Давайте посмотрим. Паша Нож 100. World of Duty 131. И Kinder 100. Да, эти ребята действительно вносят очень крутой импакт. Убивая как минимум одного игрока за раунд по урону. Это уж точно. Классно. У Фларича 9 фрагов. А ДР 55. Вот так вот. Добивает. Не добивает. Стиллер. Стиллер просто. Стиллер команды. Ну что. У Простой все хорошо. У Простой 5 автоматов Калашниковых. У Team Unique такой экономический полуэкофорс. Видим, есть 4 армора. Есть деглы. Залетит ли? Вот в чем вопрос. Простой аккуратненько прочекивают. Жестко. Полт. Хэтшот по Вайлендеру. Начало неплохое. Ну а дальше получится ли распорядиться этим преимуществом? Как там? Сейчас давайте посмотрим. Так. Никель. И хэтшотик-то по нему. Оформить удастся ли? Полт. Нет. Не в этот раз. Было попадание по Никельбэклону. Но не в голову. Да. Никель хорошо сыграл. Забирает он Полта. Размен есть. Феня. Не ожидал. По моему счету. Никель с глаком вообще открылся. Он видимо хочет Калаш как-то передропать, чтобы сопернику не достался. Если это именно так, то это очень умное решение. Потому что за ним как раз таки и шел Полт. Да. Все правильно делает. Скидывает Калаш. Говорит. Все. Мы смещаемся. Ну. Это нам говорит о том, что возможно выход будет по точку А. Ну или как минимум ковры сейчас точно никто больше контролировать не будет. Раз это два. Уходит игрокоманды. Просто мы видим занятие мидла. Мы видим, что подтягиваются уже на точку А. Фларич. Потихонечку, я так понимаю, через мидл. Буду сплитовать именно эту позицию. Хотя есть игрок на шарте. Робан. Жестко смоки залетает. По никелбеку. Как так-то? Вот так вот. Халява залетела. Паша нож в спину забирает и киндера. Тем временем взор сплит, который сейчас с World Elite. В итоге остается один Фларич против третьих игроком команды. Юник. Как так-то? Это явно жесткий переворот для команды Team Юник. Как же Фларич жмет. Да, тут 22 хп. У него, правда, 26 секунд и бомба лежит. Он, конечно, забирает зорта. Он там Феня и с калашом, и с армором. И время-то играет ему на руку. И как бы сейчас Фларич не крутился, ему бы постараться Феню забрать. У него есть флешка. Он сделал вид, что пытается запрыгнуть на голову. Но, по-моему, Феня такой, ты что, мне обмануть хочешь, что ли? И каждый из игроков Team Юник дал по фрагу в этом экономическом раунде. Браво, Team Юники на диглах одних смогли обыграть сейчас просто не без удачи, безусловно. Но это, конечно, очень круто залетает, когда такое, то это может приободрить команду. Team Юник должны немножко приободриться. У них, в принципе, неплохой бай. Мы видим два Уга, калаш, МК, есть АВП. И, опять же, контроль АВП идет именно с Сити. Но простой играет дефолт. Мы видим один игрок в яме, другой, соответственно, на попытке вскрыть ковры в точке Б. Ах, как же эти все десять игроков ставят с диглов? Я уже вторую карту просто... Ну, я понимаю тебя, да. Я пытаюсь подобрать слово. Я понимаю тебя, парни жестко ставят с диглов. В каждом из них селился Ником, можно так сказать, который некогда очень круто именно славился своей игрой на дигле. Феня забирает в Орду Эдит, Полт забирает Вайландера тем временем. Игроки команды Юник сейчас чувствуют полный контроль карты. Все у них хорошо. Четыре против двоих. Такое сложно брать про сто. Хотя есть армор у Фларича, есть Никельбэ, который умеет с дигла тоже невероятно круто ставить. Ну, посмотрим. В принципе, позиции обороны очень жесткие. На перекрестном, ребята, стоят хорошо. Так, попадание по Зорту. У Зорта, да, девайс посерьезнее. В спину забирает Робин Фларича. Но и остается только Никельбэк. Зорта забрать не удалось. А тут уже со всех сторон посыпались игроки обороны. И Полт просто закинул хаешку оппоненту третий для Тим Юник. Да, давайте посмотрим, как здесь у нас открывал Якиндер этот раунд. Неплохо сыграно. Хук просто снизу дал он с дигла. И в итоге третий раунд для команды Тим Юник. Неужели вернулись ребята в игру? Очень я рад за Юников. Можно побороться. Но уже 7 за просто. Парни, в принципе, практически взяли свое нужное минимум. Типа, да, у парней три раунда, ты говоришь, вернулись в игру. Рано, рано. То Якиндер разобрали, что безусловно важно. Так, Зорта прогорел немного. Атака точки очень быстрая. Причем через коннектор врываться готов Никельбэк. Пока все горит. Но вот-вот закончится этот огонь. Далее в смоки можно будет лезть даже под флешки тиммейтов. Но врыв есть от Фенни. Есть два фрага в ответ от Фларича. Фларич падает. Остается только Никель. Зажал по одному. Но на второго просто не хватило спрей-контроля. Четвертый для Тим Юник. Я говорю, вернулись. Ребята подстроились по этой игре в команду про 100. Они уже понимают, как против них нужно действовать. Как им противостоять. И это немаловажно. Потому что я очень хочу уверить борьбу. И все-таки я хочу уверить оправданную статистику на ХЛТВ. Потому что я ей сильно доверяю. То есть я верю. Вот знаешь, это вот как на картах играют. Вот гадание. Вот я так же верю в эту статистику. В такой же вероятности реально можешь в карты верить. И в знаки Зодиака. Так и есть, так и есть. Но я человек верующий. И поэтому давайте посмотрим. Хороший, очень классный КТ-МОЛТУ прилетает в ондеграунд. Неплохо Робин работает в коннекторе. Забирает выигрывающие команды про 100. Но это экономический раунд. Понятно, что это тяжело сейчас про 100 забирать своих оппонентов. И выигрывать перестрелки. Без шансов. Очень быстро и легко. Тимюник закрывают абсолютно здесь все. Да, там оставили 10 и 14 хп Зорта и Робину соответственно. Но забрать-то соперников не удалось. И в этом раунде ютилити дэмидж был просто невероятным. А огонь там разгорелся знатненько. Про 100 потеряли хп, наверное, 300 на всю команду. Но это очередной бай от Простом. Есть 5 АК. Есть мощный раскид. И все это устремилось под точку А. Где в данный момент солирует Паша Нож вновь. И он решил сыграть агрессивно против Ямы. Один. Чекнул, пикнул. Никого не нашел. Остался. Но у меня такое ощущение, что ему просто префайр прилетит сейчас в лицо. Он, правда, закрылся уже. Да, и самое главное, что кроме него никого сейчас на Аппленте нету. Сюда летит уже жесткий раскид. Мы видим, выкуриваются абсолютно все позиции. И сэндвичи. Смоки упали на джангл. Но благо здесь, конечно, упал очень хороший качественный Смок. Который не дает особо выйти. Под флешечку выходят ребята из команды Простом. Но как же жмет сейчас у нас Паша Нож. Забирает двоих игроков команды Простом. И этот выход не удался. Два игрока на Тетрисе. Но здесь уже пришла холпа. Робин. Оформлять должен был двух последних. Но, к сожалению, с World Elite справиться не смог. И в итоге 3 в 1. World Elite крайне красный. Здесь и хп. По нему есть инфа. И пути, правда, на самом деле, назад нету. Его уже душат игроки команды Team Unique. И было близко, на самом деле, чтобы поставить хатшот Фене. Но немножечко не хватает здесь. Ну, классно. Классно сыграл здесь, конечно, в этом моменте Паша Нож. Никельбэк так аккуратненько выглянул. Можно? Нельзя. Нельзя, да. Отлично сыграно. 6-7. Вот так вот уже и, в принципе, возвращается Team Unique. В эту игру. И, опять же-таки, у Pro 100 не самый лучший бай. Нету денег. Это диглы. Это арморы. Ну, ничего. Сейчас Феня, может быть, им принесет калаш. Потому что, по идее, должны ожидать поджим Андера. Ну, его ожидал Никельбэк. Вот, забрать соперника, правда, не смог. Прилетает зажигательная. И дальше Никель отойдет комфортно под прикрытием тиммейтов. А тут уже и Паша жмет. Правда, Феня успевает забрать Уэйлендера. World Elite также падает от Паши. Вдвоем Фларич и Екиндер. Нагло, очень агрессивно играют Team Unique сейчас на медле. Подобного они не делали ранее. И просто-просто банально этого не ожидали. Чтобы этот поджим вообще хотя бы один раунд был, такого еще не было. И вот так вот просто усыплены были именно этими действиями от Unique. Их бдительность не была так сильна. И, соответственно, это удалось очень легко, соответственно, подловить Team Unique. Хорошее начало. Последний остается и Екиндер. Он в коврах. Бомба, конечно, там где-то неподалеку валяется. Но он с деглом и он с армором. И шансов против пятерых игроков команды простого у него банально. Прошу прощения, Team Unique нет. Ну, мало ли, может быть, Екиндер дарил нам сегодня уже не один красивый момент. И как минимум постараться в этом раунде у него возможность есть. То есть и бомба не кем не охраняется, лежит. И по нему информации нет. И здоровья у него предостаточно. И армор есть. Поэтому, если Робина заберет, чисто теоретически, ладно, не важно. Не важно, да. Потому что Робин здесь уже уверенно сыграл. И последний раунд первой половины, дорогие друзья, сейчас предстанет перед вашими экранами. И Байя, наконец-таки, есть у одной другой команды. Есть снайперские винтовки. Посмотрим, как зарешает это или нет. Ну, чисто по идее Team Unique должны забирать восьмой. Потому что тенденция последних раундов именно об этом нам и говорит. Но вопрос, как они будут эту свою оборону разыгрывать. Так, ну пошло открытие в центре. Зорда. Ну, пытался тут как-то по таймингу. Грамотно выцеливая, в том числе и Смаките, видел это зажигательное. Просто в никуда прилетело. Интересно. Но, в принципе, ни на что не повлияло толку. Но Мидл занимается игроками просто. И вот здесь вот хорошая позиция у Робина. Сюда придет на шарте. И вместе с Феней они должны сыграть. Но Смаки вот-вот рассеется. И контакт точно неизбежен. Здесь Робин сыграет. Здесь Фене сыграет. Но выигрывать перестрелки будет. Вот чем вопрос. Феня не залетела. Была идеальная позиция для кила. Но почему-то не пошло. Такое случается. Ну и что, нужно отдавать Мидл? Или будут дальше пытаться, соответственно, здесь сейчас с Тим Юник продолжать свой контроль? Ну, судя по позиции Феней, тут отдавать Мидл не намерен. Тим Юник, по крайней мере, если он остается сейчас в лифтах, то кто-то точно должен будет ему помогать со стороны джангла, коннектора и так далее. Вот Робина коннекторе остается. Врыв от Якиндра. Постепенно на зиг. Коннектор не смотрим. Но там, по идее, Робин не проспит свой тайминг. Есть минус по Якиндру. А ответить уже не успевает Никельбек. Да, мы видим, что и Фене, и, собственно, Робин выиграли свои позиции. Контроль Мидла пока что за игроками команды Тим Юник. Здесь, конечно, Никельбек огрызается. Достаточно неплохо оформляет даблкилл, забирая Феню и поношена на Жан. Но Полт, соответственно, моментально по инфе того добирает. Последний Вайлендер. Он на точке Б. Неплохо сыграно. Минус Полт. По сути, на Байнинг его нет. Но Бомба контролируется игроками Тим Юник на шарте. И в итоге Зорта ставит жирную точку в первой половине. Дорогие друзья, это было действительно очень классно со стороны Тим Юник, что они так смогли закомбетчить. Я, честно говоря, немножко подобного не ожидал. Я думаю, что в одну калитку сейчас просто дальше пойдут просто забирать свои раунды. Ну а мы уходим на небольшую рекламную паузу и моментально вернемся во второй раунд. Продолжается пиршество контр-страйка на карте Де Мираж. 8-7 счет. Вторая половина начинается. И Тим Юник будут атаковать. Есть раз кит у Зорта. В ответку у WorldD. Пара флешек и киты имеются. При этом акцент у обороны под точкой Б. Да, ну и смотрите. Не торопится сейчас никакая из команд выходить. Крайне важно забрать пистолет на раунд. И нету того Раша, которая делала про 100 в первом раунде. Здесь мы видим, что Тим Юники решили сыграть от дефолта. Потихонечку ищут поджимы. Ищут, соответственно, игроков про 100. И никуда особо не торопятся, скинув бомбу в районе своего респа. Но что-то мне подсказывает, что это будет выход на точку А. Потому что мы видим, что Феня потихонечку отправляется в андеграунд. И это будет, скорее всего, сплит через все три возможные позиции на точку А. Через коннектор, соответственно, через яму. Ну и, конечно, через ковры. Ну, Феня поедине не пропустит. Там аж два игрока за его направление отвечают. А вот что будет с Фларичем, это уже другой разговор. Потому что он солирует пода. Пытается тут, конечно, как-то при фарме закрывать позиции. Все это делать не удается. Феня прошел уже в коннектор. И все, точку А оккупировали Тим Юник. И обе команды, по сути, в своих пистолетных раундах отдавали пленты в обороне. Да, и будут отыгрывать, собственно, про 100 сейчас от ретейка. Никто пока из Тим Юник не рашит джангл. Вот решили выйти на этот пик. Николбек живет. И это крайне повезло ему, что в него не попали. Ну, и, в принципе, пройти не дает Феня. Очень много выигрывает времени сейчас, играя против окна с коннектора. И здесь, соответственно, два игрока. Первого смогли забрать. Николбек, хорошая стрельба. Ну, в коннекторе все еще жив Феня. Но тем временем просто шикарно стрельба от про 100. Не оставляет никаких шаунцев в команде Тим Юник. Да, они поставили бомбу. Да, они, конечно, безусловно, немножко заработали денег. Но 5 в 0 они проиграли этот пистолетный. И прошлый. Да. Что-то нужно тренировать, мне кажется, ребятам. Ну, как сказать, выйти, вышли. Вроде все неплохо. Но давайте посмотрим. Ну, откровенно скажем, были шансы у Тим Юник неоднократно соперников забирать. Ну, по-моему, просто стрельба. Типа да, то есть задумка есть. И правильно все делают. Тайминги все соблюдены. А вот дальше начинается ретейк, стрельба. И вот что-то как-то не зашло. Ничего на девайсах они уже неоднократно показывали, что стрелять уж они точно умеют отлично. Ну, и сейчас, правда, на диглах придется поиграть. С другой стороны, диглах всегда возможность сделать ваншот, ванкилл. Да, это экономический раунд для команды Тим Юник. В следующем раунде они точно будут закупаться. Давайте посмотрим. Вайландер жестко прожигает. Сейчас у нас здоровье Пенни. И в итоге тот погибает. А здесь дигла, к сожалению, паше ножа не летит. Якиндер уже в наглую идет. Поджимает мидл. И это, собственно, легкий раунд для простой. Это опять-таки 5 в 0 взятый раунд. Что дает возможность команде просто поднять свою экономику, подзабуститься. Потому что арморы не теряются. Все хорошо. Дерек предостаточно. Плюс у них первого порядка девайса. То есть это не какие-то формилки, которые не хотелось бы оставлять. Это не ФАМАС, который тоже ты хочешь перезакупить. Нет, это действительно эмки, ауги. То есть все очень комфортно. Там 2 СГ и 3 калаша у Тим Юник. Открытие в миде от Якиндера. Он понимает, что у соперника точно нет авика никоим образом. И есть возможность побоевать в миде. Но Паша нож пока за смоком. Там стоит 4 его тиммейта под точкой Б. Интересно, как Вайлендер вспомнит табылые времена. Сможет точку Б принять? Ах, прилетает ему прострелом тут по голове. Даже, судя по звуку. Он откидывается гранатами, но уйти будет очень сложно. А вот Молли, который прилетел в смок, это интересно. Да, очень повезло, что там лежал смок. Потому что начал он бы сгорел. Вайлендер горит. Вайлендер все еще живет. Хорошо. Он не горит. Вот ты посмотри, все вокруг горит, а он нет. Как же он читается. Огнеупорный финн. Ну, такой вот он, этот Вайлендер, конечно. Причем очень огромный дядька. Негорящий финский парень. Это точно. Где такое видано. Хотя эти финны, в принципе, особо не отличаются горящим нравом. Холодный, взвешенный. Вайлендер сейчас переживает, собственно, эту потасовочку под точкой Б. И я, на самом деле, мне кажется, он чудом здесь выживает. Целых 4 игрока были под Б-плантом, а он один его контролировал. И, кстати, он, по сути, его защитил. Выход через коннектор будет на точку А. Здесь очень многое зависит, конечно, от World Edita. Потому что он во многом является первым, кто будет встречать этот коннектор. Ну и контакт точно неизбежный. Выходит Паша Нож. World Edita живет. Отдает, соответственно, прием на своих товарищей. Nickelback с этим делом справляется отлично. Ну и, безусловно, Зорты отгрызается. Но это мало для того, чтобы взять этот раунд. Просто забирают десятый. Отличное сейчас чтение игры со стороны игроков просто. Просто шикарное. Они понимали, что на Б не выше, значит, это будет, скорее всего, коннектор. Они на А построили своего рода капкан, в который просто зашли Team Unique. И выйти из него уже было никоим образом нельзя. Сейчас с Unique будут играть в 5 диглов, 4 армора. Без гранат вообще. Да, ну, то есть, не знаю, не хватило мне чего-то, соответственно, сейчас. Ну, все игроки пошли с одного направления. И это направление было, конечно, полностью отконтролировано игроками просто. Классно сыграно. И экономически такой полуэко со стороны команды Team Unique. Опять же, 5 диглов, отличная хаешка, половину хп взрывает Пашу-ножу. Пытается тот с диглона стрелять. Вайлендер не рискует. Прекрасно понимает, что нету смысла сейчас стреляться с Пашей-нож. И просто нужно сыграть именно на контроле точки Б. Интересный Паша-нож прострел нам показывает. Да, и, в принципе, иногда есть шанс там игрока подцепить. Но в этот раз не получится точно. В принципе, у Паши-ножа там немного вариантов, как можно открыться хорошо. Потому что хорошие позиции заняли Простол, в свою очередь. Войлендер как раз-таки Пашу забирает. Есть ответ от Фени. Но теперь по Фени есть инфа. И далее его выпускать никуда не собираются. Простол его, тем более, слышали убегающим. Тут его поймать пытался Войлендер. Все, плод погиб. Информация по Фени есть. Его в миде перерезает и киндер. И пускай с горем пополам, но все же прощается с соперником. Каждый из игроков Простол дал по фрагу. Отлично сыграно. Простол забирает и мистер раунд. И Team Unique наконец-таки закупаются. И я надеюсь, сейчас они покажут свою интересную атаку. Может быть, нужен контроль мидлам. Может быть, стоит раскидать точку А. Может, простой, старый, быстрый раш на Б. Такого просто могут банально не ожидать. Там всегда один игрок на старте на контроле. И это, ну, это, конечно... Вот, кстати, интересный мув. Хороший смок. Для и киндера, на самом деле, хороший. Вайнлей смок. И в итоге его, посмотрите, задушил Паша нож. Отлично сыграно. И здесь, на самом деле, можно было бы сейчас выйти на точку Б по-хорошему. Здесь всего лишь один игрок остался. Хорошая флешка там была, которая дезориентировала ей киндера на долю секунды. Благодаря чему Паша нож очень просто забрал соперника. Но теперь еще и World of Duty просматривает коннектор. Паша смок дал. Все, World of Duty без вижна. Тут можно только на халяву пытаться как-то попасть. Попасть не удалось. Я, на самом деле, немного не понимаю этот смок. С одной стороны, они могут спокойно сейчас выйти на Б через шорт. Но с другой стороны, Паша нож просто делает неимоверный мув. Он проходит этот смок. Он сейчас в джангли должен там решать. Но тем временем, как так, у нас на мире Никелбек забирает у нас игрока команды Юник. Также еще Никелбек справляется с Пашей нож. Ну, шикарно отыгрывать Никеля. Да, этот парень крайне силен. У него им уже не первый минор, так сказать, показывается нам. Очень сильной стороной. Так, тут, кстати говоря, он окружен. Но забрать Феню уже не сумел. Правда, оставил от него красный. Мы знаем сейчас просто то, что там есть красный игрок в миде. World of Duty стягивается по да. Тут пропушил Waylander вплоть до телевизора. В принципе, Феню он должен пропускать. Далее двигаться в спину уже оппонента. Минус World of Duty. Феня 350 IQ геймплей. Зорты находят World of Duty. И последним остался Фларич. Но Фларич здесь может, на самом деле, сейчас играть удачно. Он может бомбу забрать на... Бомба. А ты куда ее понес? А вот теперь еще и за этой бомбой нужно бежать. Полт, правда, сейчас может спину Фларича забрать. Фларич, Фларич. Не готов. Да, хорош. Полт, отличный кэдшот. Минус Фларич. И девятый для команды Team Unique. Наконец-то. Все-таки поборются ребята. Не такой большой разрыв против команды Pro100. Но там отличное экономическое положение. И придется биться опять-таки против плотного хорошего бая с гранатами, с девайсами. Не у всех игроков просто, безусловно, будут гранаты. Хотя нет. Все позволили себе именно раскидку. Вайландер пожертвовал хорошим девайсом. Как раз-таки в пользу раскидки. Его можно понять, потому что напорник точки B. И там коктейли молотовые смоки просто крайне необходимы. Да, плюс решили сыграть 2 ВФ. И Киннер уже пошел агрессивно пытаться реализовать снайперскую винтовку. Погиб от Фени. А тут еще Вайллендер могло пролететь. Смок. Да, действительно могло. Но Вайллендер теперь может подобрать АВП. Опа. Да, я думаю, что он просто сейчас сярит здесь аккуратненько. И будет смотреть на выход игроков команды. А у Тим Юник. Но если придет какая-то флешка, его заслепит. И он, в принципе, ничего сделать не сможет. К нему никто не придет. Все придут на А. И вот это будет самое интересное. World of Dits с АВП. И что смотрит World of Dits? Ага. Опа. Вот это было бы близко к смерти. Он почти умер. 46 ХП это, конечно, достаточно. Но пуля чуть выше прилетела бы. Ну да, для снайпера достаточно одного ХП, чтобы, в принципе, внести импакт. Он может просто выстрелить первый и убить своего оппонента. Но это, безусловно, неприятная ситуация. Три игрока находятся на пленте. Пока непонятно, какой у них строй там. И как они будут встречать. Это сприт. Потому что именно сюда сейчас будет выход со стороны игроков команды. Тим Юник. И в джангли уже орудует феня. И орудует неплохо. Рассеивается. Смок. Есть. Минус, соответственно. Позорность World of Dits. Спитон справляется с флорич. Отлично сыграно. Пока что первую волну атаки они остановили. И дальше еще Нигер Бе включается, забирая Пашу Ножа. Ну и в итоге 2 в 4. Крайне сложно будет. Ретейк World of Dits забирает еще. Соответственно, у нас... Кто это был? Немного монет. Пол, по-моему. И следствие. Последний у нас феня. Ничего сделать уже не смог. А дядя Гоша-то раздает уже не впервые. Очень жестко с АВП в обороне. Ну, ты знаешь, как бы этот выход в коннектор. По одному, по два, по три. В принципе, был не очень таким уверенным в состоянии команды. Ну, смотри, он заметил шляпу оппонента. Выцелил даблскопом. Его быстро забрал. Далее помогал тиммейтам. Налево-направо крутился. Тоже отстрел ввел. То есть он и предугадывал действие соперника. Ну и плюс не промахивался. Ну и в принципе просто достаточно глубоко стояли в планете. Что и принесло им достаточно неплохие позиции. Для приема именно через коннектор. Здорово сыграно. Давайте посмотрим, что сейчас будут предпринимать игроки команды Team Unique. Имея не самый лучший бай. Безусловно, деньги остаются благодаря луз-бонусу. Но по-хорошему надо бы уже начинать как-то брать игру за атаку в свои руки. Попытаться хотя бы раз сломить эту экономику. Но если сейчас заберут Unique этот раунд, то денег на бай у команды просто не будет. Но это будет крайне сложно сделать с тем оружием, которое есть у Unique. Есть две флешки. Есть, соответственно, калаши. И посмотри, Феня неплохо открывает. Энтри киллер. И причем уже не первый раз он забирает. И Фарич-то один на А. Сейчас четыре игрока на него посыпятся. Просто Феня еще один минус под Б. Фарич в блайде забрать пол-то смог. Но дальше было слишком сложно. Зорта разменивается. И никель один под А. Вот-вот начнется уже полноценный выход. Там два девайса на руках у Team Unique. И ему принять этот выход будет практически нереально. Да, мы видим с вами, что два игрока сейчас. Один пушит спину. Другой, соответственно, играет у нас Сити. И, к сожалению, смог забрать только лишь одного никелбэка. Зорта забирает у нас никелбэка. И World Leads. Вот она надежда сейчас команды Pro 100. Он удел спину. Его позиция максимально непредсказуема. Ему нельзя стрелять по Робину до того, как он не найдет еще хотя бы одного игрока. То есть сейчас ему нельзя моментально реагировать по сопернику. Так. Ножечек. Опа. Дальше с пистолетом. А тут уже приветики. Феня и Паша готовы были. Да, но это, конечно, плюс полторы тысячи. Это неплохо. Но денег-то на самом деле все равно не хватает. Игрокам команды Pro 100 и вынуждены не делать экономический раунд. Вот такая вот ситуация. Наконец-таки эти мюники смогли сломить экономику Pro 100. Для защиты это крайне неприятно. Это должен быть сдвоено экономически. Потому что денег у Pro 100 в любом случае на бай не будет. У них нет лустрика вообще. Ну, то есть он сейчас единичный. Там есть у World Elite 4. Ну, 5 тысяч. То есть он, скорее всего, раздропает один девайс. И да, у Вайландера точно денег не хватит. И киндеру может хватить только на ФАМАС. Денег крайне мало. Я с тобой согласен. Но я думаю, что в следующем раунде просто будут закупаться. Может быть, уйдут в сторону пистолета Фармова. А вот сюда посмотрим вообще. Интересно будет понаблюдать. И они решили стакнуться на Б. И правильно делают на самом деле. То есть нужно пытаться рисковать. Однако мы видим с вами, что Team Unique, скорее всего, будут нацелены именно на точку А. Есть игрок на коврах. В принципе, уже занимается коннектор. Вся абсолютно уже среда создана для того, чтобы сплитануть точку А. Но здесь, конечно, настреливает и очень классно шумит Феня. Но это в большей степени такой некий фейк. На самом деле стянули сейчас всех игроков просто под Б. Но там никого не будет из игроков команды. Атаки все выйдут спокойно себе на А. Но вопрос только времени. Может быть, я просто пойму, что это точно, собственно. Они уже не успеют. Да, уже не успевают. Но как-то слишком медленно Team Unique боятся. Ждут, видимо, тоже какой-то засады на Б. Ну, то есть, да. То есть точно такая же засада сейчас могла быть на А. И они могли сюда выйти и попасться в капкам. Поэтому пришлось играть медленно, осторожно, чекать. Потом под порог гранат вылетать уже и пытаться контрить оппонента. Которого здесь не оказалось. Ну и Team Unique, понимая, что соперник, скорее всего, стакл Б. Так, ну и что же мы сами, дорогие друзья, будем с вами интересного наблюдать сейчас. Это Робин, собственно, будет контролировать на джангл. Но мы видим, что просто, так понимаю, в какой-то степени сейвить будем сейчас. Или просто ловить отходящих с T-спауна игроков команды атаки. Unique, скорее всего... Ну, там есть, в принципе, игрок. Это Феня, который будет смотреть у нас T-спаун. Я так понимаю, просто решили не отдавать им просто свои жизни, свои деньги. И под засейвят там какие-то 250-е пистолеты. Хотя у них вообще, по-моему, ничего нету. Да, это фулл эко. Хотя можно было бы кого-то пойти поискать, поубивать. Ну, у Nikke или по 250. Но, в любом случае, погибать не хочешь ты. Во-первых, статистика у тебя испортится. Во-вторых, сопернику плюс 300 долларов. В этом нет смысла вообще никакого бежать, просто умирать. Вот P-250, ну, мало ли, может быть, у Nikke или бэка закончится в эмке патрона. Он достанет P-250 и убьет оппонента. Тоже может быть. Да, ну и смотрите, пауза залетает сейчас непонятно от кого. Но она залетает. Может быть, режиссер нам скажет, от кого это пауза. Да, она выгоднее сейчас 100% команде Pro100, потому что у них экономика нулевая, у соперника все комфортно. Соперник включается в игру, а вот Pro100 в данный момент проиграли серию. Да, ну и как мы видим с вами, у E-Kinder есть возможность закупиться какими-то девайсами, но это крайне мало. Как я говорю, у Вайландера денег особо не хватает. World Reed решил не скидывать ему никаких девайсов. Конечно же, он все-таки снайпер своей команды. Это его основной профильный девайс. И AWP может нести гораздо больше импакта. Есть ХАЕшка, есть смок у Вайландера. Как всегда, скорее всего, он пойдет у нас на контроль точки B. Там он орудует. Ну а тем временем мы видим Миддл занят, занимание Миддла со стороны команды Team Unique. Так, и смок, конечно, протопил. E-Kinder попаданий не было. Но неплохая попытка, там соперники были недалеко от направления его спрея. При этом 3А и очень агрессивная игра против Яма. Под флешку выпад туда, флешку эту сейчас услышит. Полт знает, что Яму, скорее всего, пропушил соперник. Полт забрал тут же World Udita, который, понятное дело, тут был один. Очень грамотно отыграл он один, воспользовавшись одной звуковой подсказкой. Да, это просто, конечно... У World Udita было просто очень много денег, и у него было много гранат. И надо было их как-то использовать. И поэтому он отпустил позиции убийства и пошел подраскинуть пид. Пока раскидывал пид, соответственно, он умер. Это провал, безусловно, сейчас для команды просто потеряли снайпера. Это не очень хорошо. Но, с другой стороны, смогли таки убить кого-то из игрокоманды Team Unique. Но здесь уже видим, что включаются ребята с плитом на точку A. Из два игрока в коннекторе можно развернуться и уйти на точку B. Видим, что где-то здесь неподалеку... Да, у нас Феня выходят на ковры. И решили развернуться все-таки Team Unique и уйти на B. Они знают, как единственный игрок точки B сейчас играет. Они знают, что он на зиге. И Феня может пойти и даже с диглай ему ваншот какую-то поставить. У Уэйлендера огромнейшие проблемы. И никакой поддержки вообще, даже близко нет. Поэтому либо Уэйлендер сейчас оформляет какой-то трипл-дабл-килл. Либо команде про сто раунд взять будет практически нереально китов. Нет, они где-то там у World Udita лежат. А Никель тем временем пропушивает и спаунулся. И все-таки, да, мы видим, что Робин скрывает нас с точку B. Никель пропушивает и спаун. Но почему-то Фларич очень долго стягивался на хилл-пук B планту. Хотя было понятно, что... Ну, маловероятно, что это А, потому что, ну, никого нету под А в пите. Но, видимо, думал, что кто-то еще на миде в коннекторе остался, соответственно, играть со стороны атаки. И это попытка ретейка сыграть. Хотел, я так понимаю, Никель от минуса. И тогда уже принимать решение, идти на этот ретейк или нет. Если бы давали бы минус 2 в 2, точно бы разыгрывали ретейк. Но и будучи 1 в 3, Фларич, понятное дело, уже никуда не пойдет. Это просто сейф АВП. Он здесь понедалеку, собственно, тусуется. Но сейчас он... Пока что он держит темпку для того, чтобы просто отбиваться. Чтобы его не зарашили. Потому что с АВП не так просто отстреливаться от Team Unique. Если те пойдут его душить. Да, и счет равный. Но экономика далеко не равная у Team Unique. Все очень комфортно в финансовом плане. А вот просто вновь будут экономить, играя с какими-то дефолтными пистолетами. Ну и за сейфленом АВП, который, скорее всего, пойдет в World of Duty. Но я бы, на самом деле, не говорил бы о том, что все в руках Team Unique. Все-таки я дам предпочтение на мираже стороне защиты. Считаю, что у простой еще есть неплохие шансы. К тому же Фларич засейвил АВП. И от него можно сыграть. И у них есть еще, в принципе, баксов по 700. Сейчас некоторого баланса. Они могут позволить себе взять деглы. Либо кто-то возьмет себе арморы. Там, может быть, гранатки. То есть еще можно зацепиться. Еще можно создать проблем в этом раунде команде Team Unique. Да, просто выигрывали уже не один форсбай. И выигрывали как минимум один, нет, два экономических раунда. Эти парни умеют. А еще и с добавлением АВП во все это дело шансы возрастают по экспоненте. И шансы, конечно, у простого неплохие взять все-таки раунд. Да, абсолютно с тобой соглашусь. Посмотрим, смогут ли, собственно, они воспользоваться этим шансом. Имея АВП, имея, собственно, деглы на руках. Мы видим, что просто Фларич горит. Сгорит, сгорит ли. 12 хп АВП. О, господи, как же неприятно. Бурерожденный, нетленный и так далее. Да, но он явно не бурерожденный. Потому что он практически погиб. Ну, живой же. В огне стоял и выжил. Все правильно? Да, неплохо. Ну и вот на флешка прилетает позиция Вайландера. Просто пока еще не прочекана. Но она будет прочекана. Вайландер смог забрать Феню. Неплохо сыграно. Соберет ли еще кого-то? Чуть-чуть не дотопил до пота для того, чтобы убить Пашу Ножа. В итоге все-таки погибает еще и Никельбек. Ну, это сейв, собственно, АВП. И дальше уже не пойдут на ретейк просто. Да, и Киндер, конечно, с Ворлд Уитом могут постоять где-то близ точки на отстрел. Но сейв АВП, естественно, в приоритете. Потому что все смогут себе позволить просто в следующем раунде. И арморы, и девайсы, и гранаты. А вот АВК позволить не смогут. Поэтому лучше сейчас, конечно, денег подэкономить. Да, отправили Флорича на сейв. Будучи самого красного, в принципе, ненужного. У него есть диффуз-киты, у него есть флешка. Это все нужно унести в следующий раунд. Конечно же, вместе с АВП и с армором. А вот и Киндеру, и Ворлд Риту на самом деле терять нечего. У одного Диггл, у другого. Собственно, на простой юз. С него бы по-хорошему бы кого-то убить и унести девайс. Но мы видим с вами, что... А, я подумал, что пойдет Паша Ножа кого-то убивать. Но нет, все-таки решил не носить. Очень красный, ребята. Если сейчас сможет... Как же... Да, все-таки и Киндер смог забрать нас Пашу Ножа. Классно, прочитал момент того, что ребята будут сейвиться в китчене. А он слышал. Да, он... Слышал, как они там бегали. Так, и... ТВП для Ворлд Эдита не стали брать второй авик. Остальные с автоматическими винтовками. Киты на двух игроках. При этом... Ну, и гранат тоже почтенное количество. А вот на А вновь солирует игрок. Это Фларич, который сейчас стоит уже на дефолте. Но, наверное, лучше поудро где-то на кассе держаться. Но он вступает. К нему подходит Никельбек. Но в любом случае тут бороться за плент, наверное, не стоит. Смоки пострелять? Ну, может быть, да. Но вот в открытые перестрелки вступать здесь было бы слишком опасно. Да, Ворлд Эрис занимает позицию Мидласа. В ВП он будет контролировать выход на старт. Именно туда сейчас отправляются два игрока команды Team Unique. Но, на самом деле, похоже, все это дело у нас сприт Аплента. Пол пытается открыть первым. Хороший пал смог на Сити. Перекрывает Ирисного опорника, по сути, сейчас. Да почти все игроки команды просто отрезаны смоками на Апленте. Вынуждены стягиваться они туда. Мы видим, что снайпер у нас также здесь у нас на контроле ковров. Ты посмотри, где бомба. А бомба тем временем уходит на Б. Это был фейк раскид на точку А. На самом деле, ребята просто будут пытаться сейчас кого-то отстрелить. Феня выходит первым. Nickelback его законтрил минус Феня. А Робин просто будет контролировать коннектор, потому что бомба потихонечку стягивается на Б. Но здесь Вайлендер. И видит он бомбу. Говорит тут Паша Нож с бомбой. Затопил по нему. Тот остался красным. Минус Паша Нож. В спину начинает дышать Робин. Но Робина могут не пропустить. Зорте падает. Бомба лежит. 40 секунд. Робин находит свой минус. Даже два. Но этого пока мало. Потому что его команда по-прежнему в меньшинстве. А бомба под контролем защиты. Да, теперь нужно пытаться выбить бомбу. Решил не идти Робин дальше. Очень далеко находится Полт. Им надо сыграть вместе. Полт прочекивает весь планта. В то время как бомба лежит на бомбе. Походу это сейв. Слушай, ну 25 секунд они даже не идут. Ну да, похоже на сейв. Похоже, что ситуация настолько невыгодная. Они это понимают. Что идти сейчас и соответственно просто отдавать девайсы бесполезно. Лучше засейвить их. Хотя по экономике у Тимменик там на самом деле все шикарно. Честно, как по мне, можно было бы и попытаться. Робин, мне кажется, искренне хотел на самом деле кого-то убить. Я бы на их месте попытался сделать все для того, чтобы дать максимум фрагов. То есть забрать еще пару игроков. Да, просто. Это было бы важно. Но их решение тоже понять можно. Засейвили АВП. Там коллаж, пару гранат. Неплохо. Счет 13-13. Просто цепляются. И оборону свою все-таки строят неплохо. То есть не повелись на фейк до последнего. Уэйлендер стоял и ждал, кто же придет к нему на Б. Не дождался? Ну и что же, давайте смотреть и наблюдать. 13-13 крайне ровная у нас игра. Есть бай у одной и другой команды. И во многом этот бай сейчас будет ключевым. Потому что во многом он решит, кто же переломит ход в этой равной встрече. А ведь раундов осталось все меньше и меньше. Очень мало моментов. И WorldDead с коннектора смог-таки найти свой минус. Он забирает на башу ножа, но, правда, тем временем его тиммейтник Вебек где-то погиб. Так, WorldDead отвечает сейчас за прием зигзага. Вместе с Якинером будем играть против этой позиции. Но что делать с игроками, которые могут под моменталку WorldDead здесь закрывать? И, вероятно, что он не успеет просто отойти. Он байтит. Он пытается открываться на яму. Давать там какие-то флики по полту. Но игроки не стали заходить в коннектор. У Team Unique просто пока обитают в миде. Ну и что же, 4 в 4. Ситуация крайне сложная. Посмотрим, получится ли сейчас что-то предпринять игроков команды Team Unique. Это явно будет сплит на точку А. А там, по сути, не так-то много опорников сейчас находится. Да, есть снайпер, которому может, в принципе, стрелить ковры. И на ковры будет выходить пол. А, нет, это Якиндер. Прошу прощения. И как? Я его не чекал. Но это просто плохой, видимо, тайминг. Не поймал. Пытается, конечно, что это дело вычекать. Но Якиндер продолжает царей. Забирает он и того. И, собственно, в меньшинстве находятся сейчас игроки команды Team Unique. Зорто с АВП крайне немобилен. Остается 40 секунд до конца. И, конечно, действовать по-хорошему нужно Полту. У него калаш. Он должен где-то и находить свой минус. Но он на контроле ворлд-дитерской. Они знают, где находится Якиндер. Они постараются забрать его. Полт открылся. Все, погиб. Якиндер, конечно, мог забрать Зорто, но не успел. В итоге 14-13. Якиндер царь. Не в первый раз можно подметить, как он очень важные фраги дает. То есть вы сами-то задумайте. Еще 13-13. У Простон нет денег. И атака точки АА, на которой Простон могли быть просто не готовы. Ну и Киндер забирает всех игроков, выходящих из коннекторов. Все дело в шляпе. Да, игроки команды Team Unique не первый раз обжигаются об этот коннектор. И у них ничего не получается. Пауза залетает у нас. А вот вам, соответственно, эффективность игроков по нанесенному урону за раунд. Средний урон за раунд самый высокий, мы видим, находится у... У Робина? Робина, да, это Робин. Это он был, да, с этим классным ником. Ро. Как это читается? Да. Сложно. Сложно. Сложно, непонятно. Просто забирают 14 раунд, и они находятся в одном шаге от того, чтобы, в принципе, сделать матч-поинт. Юники могут зацепиться еще за этот матч и попытаться выйти в финал. Напоминаю, что это полуфинал. ЦИС ПРО Лиги. И... Ну, нужно. Ну, крайне нужно выходить. Робина ногу отстрелили. Пробегает он пока в сторону зигзага. Здесь не килбэк. Вынужден был закрыться. Зажигательное полетело, чтобы Паша-нож быстро за коннектор... В коннектор, точнее, не заходил. Ну, и дальше прогренивать эту позицию пока нет возможности. Это быстрый сплит точки А, к которому могут быть не готовить и Мюник. Тут десант уже пошел. И Феня очень открыто стоит. Ворлд Удит промах. Второй. Но было прикрытие. Забрали Зорты. А Паша-нож не стал дальше пушить. Он знает, что там есть игроки. Робин постепенно проходит зигзаг. Сможет ли и Киндер зачекать спину вовремя? Потому что Робин... Ах, его находит Уэйлендер. Да, не везет совершенно игрокам команды Тименик. Здесь антиникельбэк смог забрать еще Пашу-ножа. Феня прекрасно понимает, что в джангле есть бойцы. Ну, и тут, конечно, надо бы бомбу забрать. Бомбу контролирует Простой. Опять-таки бомба не дошла. Ситуация 5 в 2 крайне сложна для игроков команды Тименик. И мне кажется, это все-таки 15 для команды Простой. Это будет крайне сложно взять. Только если какое-то чудо не произойдет. Тут у Простой просто идеальная ситуация. Вам не нужно держать пуленты. Вам не нужно вообще ничего делать. У вас бомба в миде. Удержите мидл 5 в 2. И все. Что, в принципе, они по идее должны сделать. Финвишес находит минус по Екингару. Получает Хе. 52 хп есть еще у него. И 4 соперника впереди. Но хватает одного фларича. 15-13. И 2 мап и матчпоинта для Простой. Феня отлично прочитал сейчас то, что будет игрок заходить ему со спины. Но перестрелять, к сожалению, он его не смог. 13-15. И бай у команды Тим Юник крайне скудный. У них нет на самом деле так много денег. Они проиграли слишком много раунда. Но мы видим с вами что? Мы видим с вами 2 калаша, 2 дегла и немножечко раскидки. Это все, на что могут рассчитывать Тим Юник в том самом раунде, когда у Простой уже матчпоинт. Крайне сложно. И это ключевой раунд. И действительно шансов, имея такие плохие девайсы, все меньше и меньше. Да, плюс еще стоит отметить, что это был самоотверженный бай от Робина и Пашнажа, которые купили калаши и дропнули их за Ортой и Полту. Ну, должны те оправдывать возможные надежды. Сплит занятия центра. Ворлд Дита отрезали. Зажигательная полетела против Фаннера. Заставили Феня выйти чуть раньше, чем его тиммейта. Открытие от Ворлд Дита дали, а там все за ящиком. Ну, давайте посмотрим Феня. Сейчас на контроле мидла. В принципе, у команды Тим Юник все хорошо. Они заняли мидл, а бомба находится под точкой B. И здесь, кстати, на B давно не пытались выходить Тим Юники. Может быть, стоит попытать там свое счастье. Но там, безусловно, и про чек. То есть, и видим, что Вайллендер чекает. Но Якиндер будет, ну, там стоит до Тауэра. Якиндера не увидят, пока он не убьет как минимум одного игрока. Потому что здесь все на это рассчитано на упростом. Байтит всячески Вайллендер. Да, байтит всячески, чтобы Якиндеру не прилетел коктейль Молотова. То есть, он будет показывать тем, что я вот здесь, я сейчас уйду. И чтобы, не дай бог, не кинули Молик. А Молик никто не кинет, потому что его нет. И в итоге выход сейчас пойдет через ковры. Ой-ой-ой, Якиндер спалился раньше времени. Нет ни единого попадания. Полт не забрал. Полт есть минус по Якиндеру. Вайллендер пал после единого фрага. Никельбэк начинает топить его. Просто байтит на выстрел. Он забирает одного-второго. Уже не хватает патронов. И вдвоем остается просто против трех игроков Тим Юник, которые заняли точку B. И ставят уже бомбу. Врыв от World. Это шашлык! Минус Паша Нос. Минус Финвишес. И остается только Полт 31 хп. Один в два. Но все-таки мы видим, что Полт смог собрать Воллэрита. Но этого не хватило. Боже, как же шикарно отыгрывает World. Георгий, по сути, в соло сейчас забирает ключевой раунд. И, по сути, ведь Юники могли забирать 14. Была бы не очень хорошая экономика. Могло бы все это дело перейти на допу. Но World. Георгий говорит не сегодня. Они забирают этот полуфинал и выходят в финал ЦИС ПРО Лиги. Браво! Поздравляем команду Pro100. Они действительно молодцы. Показали, что на мираже они очень могут неплохую борьбу противопоставить любой СНГ команде. Да, но у нас 21.00 по московскому времени запланирован второй полуфинал ЦИС ПРО Лиги. Так что, ребята, не забывайте приходить. Там будут играть Авангар и Гамбит Янгстерс. Матч будет очень интересным. Это действительно две ярчайшие СНГ команды, которые будут вот так вот в полуфинале бороться за попытку сыграть против Pro100 в финале и забрать главный приз. Так что, друзья, приходите обязательно 21.00 по московскому времени. Ну и также не забывайте про промокод UCC25, который вам дает возможность играть против профессиональных игроков с 25% скидкой. Если что, баннеры есть по трансляции. Смело кликайте на мы с Алткиндером. Вернемся к вам уже очень скоро с матчем Авангар Гамбит Янгстерс. Продолжение следует... Продолжение следует...